С вами Сэм Мередит и сегодня со мной на линии для обсуждения экономики Франции Эрик Ван Рейс, управляющий портфелем фиксированной прибыли ФИА из Турции Инвестмент Фандс. Итак, Национальный институт статистики Франции прогнозирует, что экономика вырастет на 1,2% в этом году. Это значительное ускорение после предыдущего среднего показателя роста 0,4%, который фиксировался в течение последних трех лет. Разделяете ли вы этот оптимизм и насколько устойчив будет этот темп роста для Франции? В краткосрочной перспективе я разделяю это мнение, но в долгосрочной перспективе ситуация будет выглядеть не так ярко. Да, в настоящий момент мы действительно наблюдаем значительное ускорение темпа роста ввиду четырех основных событий, которые назвали «четыре магические планеты». Первое – падение евро к доллару, второе – сокращение цен на нефть, третье – низкая доходность гособлигаций, четвертая – программа количественного смягчения ЭЦБ, которая стартовала в марте. Но эти четыре магические планеты больше не такие магические, как в марте, например, когда все ожидали достижения паритета курса евро-доллар. А теперь мы видим уровень 1,20, который далек от единицы. Цены на нефть были на отметке около 40 долларов за баррель, теперь цена 60. Поэтому положение дел уже не настолько красочное, как раньше. В долгосрочной перспективе ускорение темпа роста экономики Франции временно в моем видении. Я считаю, что рост в долгосрочной перспективе может быть простимулирован только реформами. А во Франции, к сожалению, правительство игнорирует аспект проведения реформ. А то, что мы называем макроэкономикой, недостаточно. Боюсь, что один из недостатков программы КС – бонус для ленивых правительств. В Франции необходимы срочно структурные реформы, а программа КС и названные ранее четыре планеты позволяют французскому правительству откладывать проведение реформ до проведения выборов, до которых осталось меньше двух лет. Правительству очень сложно объявлять о болезненных реформах населению. Поэтому я считаю, что долгосрочный рост во Франции не будет значительно быстрее текущего темпа. И поэтому я считаю, что долгосрочный рост в Франции очень сложно сказать, что долгосрочный рост в Франции будет значительно наблюдающийся. Индекс потребительской уверенности Франции сильно сократился до уровня 100, а показатель производственного PMI Франции увеличился до отметки 55 в июне. Как это отображает текущее состояние экономики Франции? Индекс потребительской уверенности Франции сократился с отметки 103 до отметки 100. После этого всех порадовало оглашение производственного PMI. По сравнению с показателем прошлого месяца 49,4, уровень 50,5 выглядит очень хорошо. Показатель PMI с сектора услуг также значительно улучшился до отметки 54,1 после 52,8. Но, как я и говорил ранее, это лишь краткосрочное улучшение. Нужно будет следить за показателями бизнес-уверенности и производственным PMI в будущем. Время, как я и говорил ранее, это лишь краткосрочное улучшение. И мы должны увидеть, что будет бизнес-уверенность и производственное PMI в будущем. После объявления, сделанного на саммите по безотлагательным вопросам о том, что Евросоюз намеревается решить тупиковую проблему госдолга Греции, за какими индикаторами нам нужно следить? К сожалению, для Франции первым будет оглашен показатель числа безработных, который сейчас превышает отметку 3,5 миллиона. Если рост не означает снижение уровня безработицы, это довольно проблематично. Потребительская уверенность также является ключевым фактором. Индекс потребительской уверенности 23. Ему еще нужно восстановиться, поскольку потребительская уверенность – основной драйвер внутреннего потребления. А внутреннее потребление составляет все еще 55% от ВВП. Это огромная доля ВВП страны. В целом, уровень безработицы, потребительская уверенность и уровень инфляции – ключевые индикаторы для анализа и оценки улучшений в экономике Франции. Доместная потребительская цена – 25% от ВВП. Это огромный уровень в композиции в ВВП. В целом, по сути – постройка, на основной потребительской цены, на основной потребительской эффективности и на основной потребительской цены. Эти три важные элементы будут Эрик, спасибо, что были сегодня с нами. Дорогие зрители, оставайтесь в Тукаскопе ТВ.